Конфликт назревал давно, но публичность вывела его на новый уровень. Яблоко раздора – деньги. Из-за чего еще могли поссориться эти две страны. Сегодняшние разборки, только вершина айсберга, первые звоночки разлада зазвенели еще в прошлом году. Польская сторона тогда заблокировала ввоз украинского зерна на свой рынок. В ответ Украина отказалась рассчитываться за ранее поставленной страной вооружение. Официально они были объявлены некачественными, а схема поставок коррупционной. Следующим этапом кризиса стал отказ Польши поддержать вступление Украины в ЕС. На уровне польских СМИ и НКО весь год активно обсуждалась волынская резня, отрицание Киевом геноцида поляков и поэтому якобы неготовность украинцев вступить в семью европейских народов. Киев обещал Варшаве продвижение в вопросе эксгумации жертв трагедии до конца декабря, но вопрос так и не сдвинулся с места. Должен сказать, что я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины обещал мне прогресс в этом вопросе до праздника всех святых. Прогресса нет. Польшу в следующем году ожидают выборы главы государства и частью будущей президентской гонки стал вопрос участия в украинском конфликте. Тут-то мнения и разделились. Глава МИД, он же возможный кандидат на пост, Сикорский призывает перехватывать российские ракеты. А вице-премьер Гавковский заявляет, что ни воевать, ни передавать вооружение не нужно. Зеленский обесценил волонтерское движение. Слишком долго ему все доставалось бесплатно. В итоге так называемый лидер Украины к этому привык. Но Польша небогатая страна и отдавать ВСУ дорогостоящую технику бесплатно не может. Киев пытался найти выход и временно задействовать польские ВВС, но в Варшаве не горели желаниям бескорыстно помогать. Зеленский требовал от поляков обеспечить воздушное прикрытие, либо передать для этих задач старые истребители МиГ-29. Причина защита газовой инфраструктуры в городе, где находится самое большое в стране подземное хранилище голубого топлива. Для Украины это стратегический объект. Но Варшава снова свела вопрос к деньгам. В общем, вполне заслуженно. Что же касается передачи самолетов и перехвата ракет, то чтобы не принимать решения об отказе самостоятельно, поляки аккуратно переложили ответственность на НАТО. Официальный ответ Варшавы – чтобы сбивать российские ракеты, необходимо коллективное решение всего альянса, а не только польского государства. Для Зеленского такой демарш ломает всю схему будущей избирательной кампании. Согласно пропаганде Киева, война сейчас ведется ради вступления в Евросоюз и НАТО. И в силу того, что на поле боя Украина терпит поражение, именно вступление в ЕС хотели сделать некой победой и на этой ноте завершить конфликт. Несмотря даже на территориальные потери. Поэтому на следующем витке польско-украинского кризиса Зеленский дал понять, что раз Варшава не пускает Киев в евросообщество, то поляки не будут допущены к участию в переговорах о послевоенном урегулировании. Из этого сделали показательную порку. Украина демонстративно обозначила свою позицию на встрече в Берлине, куда Польшу не пригласили. Кроме того, Зеленский так и не ознакомил польских союзников ни с одним из закрытых пунктов распиаренного плана победы. Впрочем, не очень-то и хотелось. У меня такое впечатление, что слова из уст президента Зеленского недостойны политика, которой многим обязан Польше. Это и подаренная техника, и забота о украинских гражданах. Польша большой друг Украины. Транспортный хаб. И мне казалось, что в таких ситуациях ты говоришь кому-то спасибо, а не притесняешь его. Будущая президентская гонка добавляет веса каждому политическому высказыванию. Глава МИД Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты. Таким образом, чиновник обозначил некие амбиции и собственную линию внутри польского аппарата. Но, несмотря на европейских след в этом заявлении, внутри страны этот курс поддержки не получил. Ведь в таком случае Польша будет самостоятельно оплачивать все расходы на ВВС и ПВО, так и не получив денег за прошлые поставки. Отношения Киева и Варшавы сейчас в тупике. Возможно, взбодрить обстановку сможет новый глава Белого дома. Но как бизнесмен, Трамп против бесконечного спонсирования Украины, ее режима, конфликта и проблем.